МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире собрание исполнений. И мы продолжаем наш цикл, посвященный 200-летию со дня рождения Джузеппе Верди. Сегодня вы увидите уникальные концертные записи 1964 и 1965 года, сделанные во время исторических московских гастролей Театра Воскала. Честно говоря, у меня душа дрожит, когда мы начинаем с тобой рассказывать про сегодняшнюю программу, потому что, конечно, мифология первой гастроли Лоскала в России, она даже до нашего поколения докатилась в виде сохраненных кем-то буклетов с фотографиями, в виде изданных почти пиратским образом записей, сделанных в Большом театре. Записали на пластинке практически всё, потому что в театре стояли очень хорошие микрофоны, так по-тихому, и в результате всё автоматически писалось. Не удалось записать только «Богему» с Караяном, потому что, как известно, Маэстро подозрительно ходил по театру и вытаскивал вилки из розеток, любые, просто для того, чтобы эта запись не попала в руки советским пиратам, поскольку только что вышел знаменитый Филинзи Ферелли. И, конечно, это, ну не знаю, вот ощущение того, что ты не можешь не только послушать на каких-то трещащих граммопластинках, а наконец-то увидеть вживую, лично меня, ну скажем так, заставляет как-то так вот действительно трепетать по-хорошему. Это поразительно, что вообще эти записи действительно доступны, и действительно, если уж мы отмечаем на этой неделе в Беливерде, то что вспоминать, как вот ни тогдашние события, ни приезд в Аскало, потому что, ну фактически, это был первый за многие советские десятилетия контакт отечественного музыкального мира и итальянского, западного музыкального мира, оперного в первую очередь. И в том числе контакт из подлинной вердевской традиции, что было очень немаловажно. И, в общем, это, как известно, выступления артистов в Аскало в Москве фактически, ну были только, ну частью такой большой схемы событий, которые включали в себя и выступления наших певцов в Аскало на других итальянских сценах. И стажировки, и, в общем, многое из того, что казалось категорически невозможным за 10-15 лет до этого. И, конечно, помимо вот этой вот такой узкооперной, узкомузыкальной значимости, это было колоссальное общественное событие. Ну, в общем, такое же символическое событие оттепельной эпохи, как, ну, я не знаю, что выставка Пикассо, допустим, да, ну, или другое достижение Екатерины Фурцевой, более позднее, визит в Москву, Джоконды, Леонардо да Винчи. Пожалуй, единственное, что еще можно было бы добавить в связи с этими уникальными съемками, это то, что 64-й год действительно был очень богат на настоящих вердиевских певцов в этих концертах, которые не были посвящены непосредственно верди, просто, ну, вот сейчас мы по этому поводу сделали такой, как сказать... Дайджест. Дайджест, да, именно вердиевских фрагментов этого концерта, но там действительно были уникальные мастера. И Карло Бергонцев, который потом записал все оперы верди на Филипс большим комплектом. И великолепная Габриэла Туччи, блистательная совершенно, Аида и Леонора в Трубадуре в силу судьбы Джулейта Семианата, которая на гастролях пела Азучену, а тут вдруг, значит, на концерте решила спеть одну из своих коронных партий Эболи. И потрясающие басы Никола Закария, Агастина Феррина. И как-то, в общем-то, такой корпулентный, еще тогда полный шевелюрый, юноша как-то смотрелся таким, ну, как-то... Ну, и вот наша молодая поросль. И вот вышла эта молодая поросль и спела песенку герцога из Игреты. И, конечно, потом я еще помню тех бабушек, которые говорили, а мы знали, а мы предсказывали, а мы уже понимали, что это будет великий певец, потому что, ну, действительно, это впоследствии стал знаменитый, великий, если не сказать просто главный тенор 20-го, второй половины 20-го века Луча на повороте, которого мы, собственно, сегодня и услышим в числе прочих знаменитых гастролеров итальянской труппы. Завтра наш цикл, посвященный юбилею Верди, завершится большим Вердиевским гала с участием мировых оперных звезд. Смотрите собрание исполнений на телеканале «Россия. Культура». Ну, а сейчас уникальные исторические записи концерта солистов театра «Ла Скала» на гастролях в Москве 1964-65 годов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Dormino sotto la volta nera» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка 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 Играет музыка